Они читать не перестанут. В очередной раз почитатели интеллектуального досуга привели с собой стихи и выгулили их всем на обозрение. Так шутили сами организаторы. Они уже привыкли к тому, что на них не только смотрят, но и поддерживают. Это гораздо интереснее, чем проводить время бездумным, в каком-то брождении по городу. Лучше просто собраться вместе, послушать чьи-то стихи. Чем бродить снаружи? Бродить, перебирая километры по плоскости до тошноты огромной, где ни души. А ледяные ветры все делают недвижимым и ровным. И видно все. Вон статуи и големы, стоящие без цели и причины. В песок, кто с головой, кто по колено затянуты, как в гиблую трясину. Тех, кто пришел сюда впервые, заметно баловали, вручая, во-первых, уже ставшие символом чтения мандарин, а также малоизвестные сборники стихов ивановских поэтов. В целом, мне просто заинтересовал формат мероприятия. Я считаю, что такие мероприятия сближают людей, формируют общность в людях, социальная. И это, я считаю, здорово. Это то, что сейчас нашей цивилизации необходимо. Интересно, что этот сбор стих очтецов привлек к себе просто галерею образцовой молодежи. Вот, например, эти велосипедисты культивируют здоровый образ жизни на всех уровнях. Они привыкли отдыхать именно так, в трезвом уме и здравии. Ну, во-первых, если ты не куришь, не пьешь, у тебя становится больше гораздо свободного времени. И ты начинаешь развиваться просто, начинаешь дышать, дышать творчеством, дышать спортом. А эти ребята шли из научной библиотеки и случайно попали сюда. Они далеки от поэзии, но уважают любые творческие начинания. Читать нет. Мы более занимаемся, ну, как бы не стихотворениями, а такой научной литературой. Банковское дело, политология. Нам интересно, как бизнес-экономика, и у нас есть планы, и нам это важно. У Горелина на этот раз читали всех, и классику, и современных авторов, и даже стихи собственного сочинения. Но не всем сторонним наблюдателям понравился общий настрой участников. Ребята молодцы, что собираются, но все равно я ивановских поэтов не очень сильно люблю, не поддерживаю, потому что поэт в моем представлении, он должен быть буревестником, певцом каких-то высоких чувств, социального направленности. А тут большинство все-таки достаточно грустные стихи, и далеки от меня. Не вывешивать, а выкидывать вот в такую коробку. В нее организаторы предложили положить участникам по одной ненужной вещи. Кто-то даже отважился кинуть кожуру от самого мандарина. По словам Сергея Сдобнова, в будущем из того, что лежит в коробке, будет сделана инсталляция или экспозиция. Но где и когда, пока неизвестно.